Начинаем нашу вторую часть, посвященную Autodesk Vault Professional и решению на этой платформе. Для того, чтобы просто убедиться, что меня все слышат, пожалуйста, в чат напишите, что все в порядке. Спасибо, Катя. Для всех меня слышно? Еще напишите, пожалуйста. Пожалуйста. Участников не так много, поэтому я готов дождаться, пока все напишут. Слышно? Так, еще. Все. Коллеги, напишите, пожалуйста, слышно ли меня. Пока от двух человек поступило сообщение. Напишу сам тогда вообще. Слышно? Ага, отлично. Хорошо. Так, ну, я думаю, можно начинать. Скорее всего, меня все слышат. Отлично. Спасибо. Так, план работы сегодня такой. Я еще раз пройдусь немного по первой части, которая была у нас в предыдущем вебинаре. Перейду ко второй части. Потом. Значит, первая часть для того, чтобы просто освежить в память материал. Ну, и вторая часть уже по тому, что мы смогли реализовать для платформы Вольт и как это выглядит. Сразу скажу, что за месяц, который прошел с той части, да, с первой части нашего вебинара, мы покажем совсем немного, вот, для того, чтобы, ну, сохранить некую интригу перед выпуском самого решения. Но о стратегии, кросс-видении и ПСС на этот счет я вам расскажу. Это у нас как раз в программе второй части. Так. Итак, соответственно, Autodesk Вольт. Как мы себе его представляем? Значит, для того, чтобы с этим определиться, еще раз напомню, что наша компания занимается внедрением технологии Veeam. И мы знаем с вами, что Veeam комплексная технология, фактически создание информационной модели, да, создание информационной модели на этапе планирования, проектирования, строительства, эксплуатации. И на каждом этапе существует своя модель. То есть, например, на этапе проектирования и на этапе строительства есть две разных информационных модели, которые по-разному используются. Если на этапе проектирования, в основном информационная модель, она касается 3D-моделирования, например, да, и нас интересует на этапе проектирования прежде всего пересечение между марками для того, чтобы понять и сразу их нивелировать. То на этапе строительства нас уже интересует время стройки, деньги, стройки, то, на каком этапе сейчас проект находится, чтобы визуализировать всю эту информацию. На самом деле, действительно, то, с чем мы сталкиваемся, это то, что для руководителей, которых интересует прежде всего, то, на каком сейчас этапе находится проект, графики в MS Project и какие-то другие вещи, они совершенно не информативны для них. И, естественно, что когда он видит это большое полотно в MS Project, то, чтобы он легче ему позвать руководителя стройки и понять, чтобы он ему рассказал, в каком же состоянии находится проект. Либо приехать просто на сам объект и увидеть это собственными глазами. Поэтому модель, конечно, она помогает, значительно помогает и значительно расширяет возможности руководства по принятию решений. Ну, естественно, на этапе эксплуатации тоже модель нужна для насыщения информации, для эффективной эксплуатации здания, чтобы понимать, где находится какое оборудование в здании, когда оно требует ремонта и так далее. Соответственно, для внедрения BIM-технологии, так как мы видим, что разные специальности задействованы, нужны соответствующие инструменты. Что необходимо для внедрения BIM? Ну, во-первых, необходимы стандарты по взаимодействию в 2D среде, в 3D среде и сейчас уже в 4D, в 5D. Ну, в 4D мы называем время и 5D мы называем деньги. Ну, в общем-то, это общепринятые такие понятия. Потом на основе этих стандартов, или мы их любим еще называть регламенты, потому что стандарты, они как-то очень звучат, как же сказать, не по-советски, но стандарт это то, что лежит на полке обычно, а регламенты это то, что действительно используются. Поэтому, ну, называйте как хотите, но на основе вот этих регламентов или стандартов мы внедряем уже непосредственно 2D, 3D, 4D и 5D технологии. И третье, то, чем занимается наша компания, третье направление деятельности, это система управления. Как видно, все эти 3 направления деятельности, они крутятся вокруг технологии BIM, да, являются инструментами этой технологии. Система управления. Сначала в нашем портфеле было решение одно, называлось оно ProDock, и продолжает оно развиваться успешно, это решение. И сейчас проекты, которые ведет наша компания, они где-то 50 на 50, 50% мы ведем проектов по внедрению ProDock. И теперь уже в нашем портфеле появился Autodesk Vault, и уже 50% нашего портфеля занимает и эти проекты. Собственно, эти два решения на платформе, то есть ProDock это решение на платформе IBM, соответственно, на платформе Autodesk Vault у нас есть решение, рабочее название его DuckStream, и оно у нас на платформе Autodesk Vault Professional. Если опять вернуться к теме управления проектами, управления электронным проектным документооборотом, хочется отметить, что это две все-таки разные вещи еще раз. Я уверен, что все участники вебинара это прекрасно понимают, но мне бы хотелось, позвольте, сделать на этом все-таки еще раз акцент. То есть есть у нас стезя управления проектами, есть управление электронным проектным документооборотом. Каждая из этих двух вещей, с нашей точки зрения, требует просто своей собственной методологии. Вот компания PSS, она не занимается внедрением в систему управления проектами. Там есть, мы можем предоставить соответствующий инструмент, как, например, модель строительная, которая позволит связать это все с графиком в AWS Project, а дальше уже, каков процент выполнения тех или иных задач, кто ответственный, как рассылку осуществлять и так далее. Это уже задачи методологов по управлению проектами. Есть у нас PMI-институт, есть соответствующий PMBOK, который им выпущен и так далее. То есть компания PSS этим не занимается, у нас нет такой специализации. Но какая у нас специализация есть и тесно связанная с управлением проектами, это управление электронным проектным документооборотом. И у нас есть соответствующая методология по его внедрению, методология, которая родилась с опытом, с опытом внедрения. Собственно, когда какое-то решение появляется, например, когда появился продок, у нас не было определенной методологии. Это новое решение, всем было понятно, что есть в этом необходимость. Но не было ни регламентов, ни соответствующих инструкций. Они появились уже тогда, когда система столкнулась с практикой. И мы начали понимать, как проектировщики уже работают в ней. Как реально использовать инструменты. Заклан, вот те инструменты, которые мы заложили в систему, как они используются. Так как мы их придумали, или может проектировщики как-то по-особому их уже используют. Ну, таким образом рождается любая система. Здесь уже в случае с докстримом нам уже позволяет опыт, который мы накопили с системой продок, просто переложить его на платформу Autodesk Vault. И, конечно же, выход на рынок и внедрение этого решения намного более быстрыми темпами проходят. Соответственно, мы уже буквально в месяц назад только объявили о том, что мы это внедряем. Но вот у нас сейчас уже текущих два внедрения. С продоком такого раньше не происходило. Это было еще только зачаточное такое решение 8 лет назад. Что мы называем решением? Дакстрим – это решение на платформе Autodesk Vault Professional. Решение с точки зрения компании PSS – это конфигуратор или платформа, который является Autodesk Vault Professional. И на этой платформе готовая конфигурация плюс регламент использования по ролям. То есть, когда мы берем продукт, если мы берем, грубо говоря, телефон, покупаем, то нам сразу понятно, как им пользоваться. Когда мы говорим о системе электронного, оперативного электронного хранилища и документа оборота, это система коллективной работы. И сразу всем, как работать, непонятно. Нужен соответствующий регламент, где это все прописано. И у нас есть регламент для Autodesk Vault Professional с учетом его особенностей и так далее. Поэтому Дакстрим – это платформа Autodesk Vault Professional, готовая конфигурация и регламент использования по ролям. Вы просто берете, устанавливаете, и вам уже понятно, что делает в системе ГИП, что делает проектировщик, что делает начальник отдела и так далее. Все всем понятно. Готовая конфигурация, с нашей точки зрения, она должна удовлетворять определенному набору потребностей в проектной компании. Мы считаем, что это должно быть 70% потребностей удовлетворять по функционалу конфигурация. А платформа, соответственно, она должна позволять быстро закрыть 30%, которые остались. И тех функций, которых нет, а вам бы хотелось их иметь. Естественно, и конфигурация, и платформа, она ежегодно развивается. Платформа Autodesk Vault Professional, и наша готовая конфигурация будет ежегодно выпускаться в новую версию, чтобы соответствовать и соответствовать текущим потребностям в развитии технологий и так далее. Итак, зачем нужно решение DuckStream для проектировщиков? Так как это решение, это все-таки оперативное электронное охранилище, значит, оно нужно для взаимодействия и сокращения затрат при взаимодействии, прежде всего временных. Каким образом это происходит? Для того, чтобы сократить затраты для взаимодействия, с нашей точки зрения, решение должно позволить решить три задачи. Прошу прощения за тартологию. Структурирована возможность хранить файлы по единым правилам, управлять заданиями и получать отчетную информацию. Соответственно, решение должно быть максимально простым, чтобы было обучение один день, удовлетворяясь средствам безопасности и было мобильным. Чтобы структурированно хранить файлы, нужен шаблон структуры папок. Вот у нас сейчас проходит обучение в одной из крупных компаний. Стандартный функционал Вальта, который позволяет создавать папки, попробуйте, например, 100 папок создать по проекту вручную. Это, конечно, очень сложно. И нужны шаблоны структуры папок. Причем шаблоны, которые были бы достаточно гибкие, чтобы можно было их создавать очень гибко. И я постараюсь в конце вебинара это показать. Единые шаблоны оформления проектной документации, проектной смертной документации, то есть должны быть настройки, которые подгружаются прямо в автокад, то есть в основной инструмент проектировщика. И можно было использовать внутренние средства автокада для оформления проектной документации, чтобы не было никакой прокси-графики для оформления, чтобы передав другое дело, либо другому субподрядчику, чтобы у него была не мертвая графика, он мог использовать эти элементы оформления. Наслеживание жизненного цикла, то есть в разработке он или завершен. Структуры папок. На прошлом вебинаре я как раз показывал эту картинку. Мною было показано бесплатное приложение, которое можно подключить к вальту, но оно не совсем гибкое. То есть можно здесь вручную создавать папки, вставлять их, ну и собственно все, что позволяло это бесплатное приложение, которое можно скачать. Соответственно, структуры папок, которые можно было бы подгружать, естественно, нужно сделать инструмент, который позволял бы подгружать его из различных приложений. Например, набить в Excel и подгрузить сразу эти папки. Соответственно, правила наименования файлов, вот что имеется в виду. То есть есть стандартные инструменты, которые позволяют автоматизированно настроить правила наименования. Итак, DuckStream – это то, что позволяет вам аккумулировать информацию по проекту. Всю, от всех приложений. Приложений в компаниях много, это и Revit, и Outlook, и Microsoft Project, и Excel. Вся-вся информация, поступающая от программных продуктов, она аккумулируется внутри нашего решения. Соответственно, решение позволяет отслеживать жизненный цикл документов и легко переходить из одного состояния в другое. Что касается управления заданиями, мы здесь долго думали и к единому решению еще до конца не пришли. Каким образом все-таки будет механизм функционировать? Связано это еще с тем, что мы экспериментируем со связкой с системой управления проектами. Вполне возможно, что многие задачи, которые можно было бы самим написать, можно взять прямо из системы управления проектами, их подключить. Но уже скоро принятие окончательного решения все-таки будет. Мы обязательно его включим в нашу первую поставку, в нашу готового решения. Сейчас я прошу прощения. Здесь мы показывали, что можно работать с специальными формами и заполнять соответствующие задания и отправлять их на согласование. Формы можно сделать с помощью пользовательских объектов либо так называемых custom object, это один из вариантов до выдачи заданий. К заданиям можно прикреплять различные файлы, смотреть зависимости контактных лиц, то есть все-все-все вещи, которые находятся у нас в полях стандартной карточки заданий. Что касается отчетной информации, напомню, что в Альте присутствуют, есть стандартные отчеты, которые, естественно, нужно дальше конфигурировать. Мы нашли способ, каким образом изменять шаблоны отчетов, которые находятся в Альте, и также в наших планах включать, либо уж если не в первую версию, то в следующих версиях уже шаблоны, которые будут подходить непосредственно для конкретной проектной компании. Так, что касается обучения, которое длится, по сути, один день, безопасности и мобильности, связано это с тем, что система Bolt достаточно простая, это очень совпадает с файловой системой, только она обладает такими инструментами, которые файловая система не обладает. Очень удобно, потому что она встроена во все приложения основными, которыми пользуется проектировщик. Это и AutoCAD, и MS Office, включая Outlook, и Revit, и Civil. Именно отсюда можно взять и вложить соответствующий файл в систему, открыть его, получить редакцию, и вот такие моменты. Вот показано, как из Outlook можно вставлять соответствующие письма. Причем в Outlook достаточно в удобном, в смысле, уже в Альте эти письма в удобном достаточно виде находятся. То есть можно посмотреть соответствующие письма, куда вложены, и файлы, которые к ним приложены. То есть есть очень такой удобный инструмент. Соответственно, теперь по мобильности. Есть вариант работы с BASO, и есть вариант работы с чрезстандартным веб-клиентом. Чем отличается? Тем, что в Autodesk BASO вы выкладываете фактически на другой сервер все данные, и этот сервер синхронизирован с вашим сервером Volt на предприятии. С точки зрения безопасности именно вашего сервера, это, конечно, очень удобно и выгодно. Вместе с тем, можно, естественно, подключиться прямо напрямую к серверу Volt. Но это уже накладывают соответствующие мероприятия по настройке безопасности. Это уже к системным администраторам. Разрешат ли они этот доступ напрямую, не разрешат. Но сегодня я его, естественно, продемонстрирую, чтобы у вас было представление. К BASO уже в этом вебинаре возвращаться не буду. В первой части, если есть желание, на YouTube выложено, и BASO я там вживую показывал. Что касается безопасности, соответственно, безопасность настраивается в Alte не только на конкретные папки, как в файловой системе, но и на различные состояния этих папок или файлов, например. То есть, например, если у вас файл завершен, есть, например, два состояния разработки и завершен. Если файл завершен, то можно настроить таким образом, что только начальник отдела имел к нему доступ. Перевести в состояние разработки может только он. Это, конечно, тоже очень удобный механизм. То есть, если сейчас состояние меняется, то... Ну, здесь продемонстрировано вход в BASO. И по логину и паролю у каждой компании есть он. И со стандартной поставки решения поставляется соответствующее количество доступов и один гигабайт памяти. То есть, в BASO можно выкладывать для каждого пользователя до одного гигабайта информации. Так, теперь непосредственно к теме нашего второй части вебинара. Значит, у меня было заложено две части. Первая, которая касалась опыта нашего внедрения и характеристик внедренца, которые мы считаем, что должны быть. И вторая часть посвящена непосредственно раскрытию небольшой информации про то, как сейчас все решение развивается. Я хочу сказать, что я думал над тем, какие вещи здесь произнести по первой части. В общем-то, на самом деле, вещи-то достаточно очевидные. Я думаю, что много времени останавливаться на этом не буду. Известно, что со стороны и заказчика, и исполнителя, те, кто производит непосредственно внедрению, должны быть два руководителя проекта. Причем со стороны исполнителя должен быть руководитель проекта, который имеет определенный вес и авторитет в компании. Но это очевидный момент. Это не всегда должен быть директор. Это не всегда должен быть айтишник. Чтобы решение, которое вы внедряете, оно не закончилось внедрением на уровне IT-отдела, либо на уровне архива, должен быть человек, который имеет вес во всей компании. К его мнению прислушиваются. Почему такой человек необходим? Почему нельзя обойтись только внедренцами со стороны исполнителя? Например, компания PSS, которая внедряет это решение. И мы надеемся, что еще и только компания, наша компания консалтинга, мы заинтересованы в том, чтобы решение, которое разрабатывает наша группа разработки, внедряли и другие консалтинговые фирмы, другие интеграторы, известные вам всем. Все равно, когда проходит внедрение, исполнитель заканчивает работу, он выходит из компании, и он внедряет уже другим заказчикам. Нужен двигатель, который заставит это решение работать дальше внутри компании. Без этого человека решение в конце концов может сойти на нет. Это очень легко сделать. Я думаю, что, скорее всего, так как вы с опытом уверены люди, вы это понимаете прекрасно. И, возможно, даже видели такие ситуации. Для того, чтобы, наверное, себя протестировать, но не то, что даже протестировать, возможно, это прежде всего к руководству, я сейчас там обращаюсь, чтобы руководство могло иметь понимание, имеет человек, соответствующий вес компании не имеет. Попробуйте внедрить очень простую инновацию, единую пояснительную записку на все предприятие. Я также уверен, что вполне вероятно, что из участников вебинара есть те люди, которые внедряли такое, возможно, даже на предприятии в большом. Я, в общем-то, преклоняюсь перед таким образом, потому что это очень большая редкость, чтобы единая, например, та же самая пояснительная записка могла работать не внутри конкретного отдела. Внутри конкретного отдела это достаточно легко, а во всем предприятии. Потому что, когда мы согласовываем единый стиль пояснительной записки, мы сталкиваемся с сомнением других начальников отдела. И это может быть согласование затянуться не на месяц, а даже на года. У нас был случай, когда мы внедряли систему ProDoc, у нас на одном предприятии мы согласовывали, какое же правило наименование файлов выбрать. Вы видели, когда я на слайде сейчас показывал, есть автоматизированные переименования файлов. Так вот, просто имя файла, которое должно быть согласовано, согласовывалось 3 месяца. Ровно 3 месяца. Проект стандартного внедрения длится месяц-полтора. То есть работа, которую производит непосредственно исполнительное предприятие заказчика, это месяц-полтора, не больше. Представьте, что если ты не выполнил хотя бы один функционал, который был заявлен в системе, естественно, считается, что ты до конца работы не выполнил. И это очевидный момент. Поэтому вот внедрение затянулось больше только из одного наименования файлов. А таких моментов было много. Поэтому реально заказчик внедрял всю систему полтора года. Реально внедрял полтора года. Потому что очень много согласований было. Сейчас все намного проще уже. Есть регламент, есть решение, есть платформа. И внедрять намного-намного легче. Регламент все равно столкнется с некоторым вашим мнением. Вы выскажете свое с учетом опыта. Он, естественно, будет редактироваться с учетом вашей компании. Вообще регламент будет жить в процессе. Но уже есть определенный каркас, рамка, куда просто нужно вставить свою картину. Теперь непосредственно к нашему решению. Мы пока не выводим иконки нашей панели. Для того, чтобы тоже было потом уже, когда мы будем выпускать продукт, будет понимание того, как он выглядит, какие иконки и так далее. Здесь мы увидели, выпустили пока просто кнопочки. Я сейчас покажу создание состава проекта. Создание состава проекта очень простое. То есть, вот мы, смотрите, есть стандартный функционал Вальта. Есть папки. Мы можем создать папку, присвоить ему статус проекта, назвать его, предположим, проект, скажем, не знаю. Внутри, соответственно, мы можем создавать какие-то папочки, создать папку, присвоить ему там позицию, либо раздел, позиция, соответственно, там называем ее как-нибудь шифром, 0400 и так далее. И вот таких папок можно создавать, там договориться. Естественно, это достаточно, ну, трудоемкая задача и большая работа. Поэтому. Так, я, значит, на вопросы, которые вы задаете, я чуть-чуть позже отвечу. Вот. И обязательно, давайте я сейчас продемонстрирую решение. решение. Так, значит, теперь, каким образом мы можем забить структуру? У нас появился такой функционал редактирования шаблонов структуры. Сейчас я для наглядности удалю то, что здесь находилось. Вот он выглядит таким образом. Мы можем добавить шаблон структур. Я называю его новый шаблон. Смотрите, что здесь появилось. Помимо того, что здесь можно создавать папки, вы видите, что внизу существуют еще специальные поля. То, что каждая папка может привязывать к комплекту ответственному и отделу. Как мы ее создаем? Ну, есть много инструментов. Во-первых, мы можем добавить прямо из системы. Предположим, представьте, что у вас есть какой-то уже в файловой системе. Мы, кстати, очень часто встречали, что есть определенные шаблоны структуры папок уже в файловой системе. Мы берем просто шаблон, копируем на сервер и внутри создаем. Ну, зачем же делать тогда двойную работу, если можно просто взять ваш шаблон и поместить внутрь вольта? Я, например, беру, сейчас вот у меня на диске D, скажем, есть какой-то шаблон проекта. Я нажимаю кнопку ОК и все. Вот у меня уже структура папок. Здесь у меня какие-то пояснительная записка. Видно, да? Это очень большой проект, достаточно, чертежи. То есть он мне прочитал полностью структуру и создал ее. Какие еще инструменты бывают? Теперь, значит, мы можем добавить еще один. Я говорю шаблон 2. добавить, например, из Excel. То есть я, например, могу набить состав проекта в Excel. Вот таким образом. У меня есть договор, позиция, специальность и дальше марки комплектов. Я вот таким образом забил. Я его беру просто добавить из Excel, выбираю его. он мне копирует, в смысле читает Excel-файл и создает на основе него структуру. Договор, позиция, специальность и марки. Все. Все очень просто. Причем мы можем соответственно на каждую папку назначить соответствующих ответственных, например. Ответственные выбираются прямо из справочника до вольт, а соответственно справочник вольт забивается на основе Active Directory. Комплект. И мы можем на все вот эти комплекты унаследовать данные. То есть вот я в одной папке нажал, добавить, точнее редактировать и применить данные к вложенным. Все. Теперь видно, что все папки имеют одинаковое. Я могу единственное, что здесь, например, написать AR1, AR2, AR3 и так далее. Все. У вас есть стандарт, у вас есть регламент, создайте свои шаблоны, начинайте использовать. Можно добавлять папки вручную, копировать, вырезать, все эти вещи есть. Можно даже объединять шаблоны, добавить структуру из шаблона существующего, но и в конкретной папке. Здесь очень-очень много гибких, достаточно инструментов, и уже папка вольте, это не просто папка, она с атрибутами, которые непосредственно к проектированию относятся. Теперь дальше. Ну, мы сохраняем эти настройки, которые мы сделали, и для того, чтобы добавить в наш новый проект структуру папок, я просто выделяю его, говорю правой кнопкой мыши, добавить структуру, выбираю шаблон 2, например, и вставку. Все. Вот он мне добавил эта структура папок. И заметьте, что сразу же к папке привязан сотрудник, который его указал. Если мы нажмем, например, вид, область просмотра, можно развернуть даже вот здесь конкретного сотрудника и каким договором он привязан. У меня там ко многим, да, каким конкретным папкам. вещи курирует. На основе этого, кстати говоря, можно еще и забивать, в смысле создавать соответствующие отчеты, да, вот эту информацию мы, естественно, обязательно используем. Так. что еще мы делаем по связке с управлением проектами? Мы создаем структуры из XML, то есть если мы выгрузим, например, какие-то данные из MS Project, либо там PrimaWare, они важно, просто в XML формат, то эту структуру можно считать и создать соответствующую структуру папок. Таким образом будет осуществляться связка системы управления и вольта. Я сейчас попробую это продемонстрировать. Так, давайте так. У меня есть какая-то структура. Вот она. Посмотрю. таким образом не была выгружена. Я создам проект. Создать папку проект F5. Вот видно, что он не импортировал все из XML, считал тоже структуру папок. Ну и соответственно, если нам не приходит новый XML, то есть какие-то обновленные данные системы управления проектами, то он не просто будет обновлять эту же структуру, добавлять какие-то новые папки. Видите, сотрудники это уже скопированные прямо и системы управления проектами. То есть тоже достаточно удобная вещь. Вот. Вот вкратце немного по решению. У меня на самом деле на этом все. Я готов сейчас ответить на ваши вопросы. И давайте начну я с названия. Не совсем понял разделение Дакстрим и Вольт. Что такое? Дакстрим, настройка для Вольта. Да, это пакет адаптации. Дакстрим это пакет адаптации для Вольт. Но мы называем своим решением все вместе. И Autodesk, Вольт, Professional, и настройки, и плюс регламент, это и есть все вместе Дакстрим. Если провести параллели с Продоком, то есть Продок, на самом деле он функционирует на платформе IBM Collaboration. Раньше называлось IBM Lotus Note Замино. Вот и все. Продок это решение на этой платформе. Поэтому Дакстрим это решение на платформе Вольт. Сам по себе Вольт голый он мало что погуляет. Это просто платформа для того, чтобы что-то настроить. Что касается Дакстрим, мы очень хотим, чтобы это было сейчас как можно естественно больше. Проблема в чем? Нет сейчас единых стандартов внедрения Вольта, потому что Вольт это вообще новый продукт. Не было этих единых стандартов и тогда, когда Вольта не было и были решения такие и остаются продок, тдмс, серч, это добавляет еще одна платформа, потому что и тдмс, и серч это все платформы, на которых разрабатываются соответствующие решения. Для каждой почему-то компании пишется какой-то свой собственный продукт. Мы приходим и начинаем его заново создавать на этой платформе. Потом самому интегратору и на самом деле проектной компании, в которой он функционирует, достаточно сложно его поддерживать, потому что это совершенно отдельное решение для конкретной компании. Если мы сейчас создадим уже готовое решение, которое просто нужно доконфигурировать совсем немного, то есть на 70% он уже удовлетворяет, только 30% нужно удовлетворить, то конечно же проблемы и с поддержкой, и с удовлетворением заказчиков, и с временем, который тратит и сама проектная компания, и интегратор будет намного меньше. Это будет как единый такой комплекс, который можно просто брать и внедрять. И очень многие вещи там уже есть. Вполне возможно, что больше вам ничего и мало что понадобится. Там уже все основные функции будут. Я ответил на вопрос? Максим? Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Может быть по первой части, потому что я немного сказал про внедрение. Может быть у вас есть какие-то вопросы именно связанные с опытом нашей компании внедрения? С какими задачами сталкивались? Почему мы считаем, почему у нас такое мнение, что нужно именно чтобы два руководителя было? Потому что опыт у нас действительно большой. Лично мой опыт в течение семи лет и собственного приложения, которым разрабатываем продукты. И сейчас уже Autodesk Vault. Возможно, есть те, кто уже использует Autodesk Vault. и может быть есть какие-то вопросы конкретные, что у вас не получилось там. Давайте попробуем на них ответить, если это сейчас не связано с каким-то программированием. Но давайте пока вы задаете или думаете над вопросом, я покажу сейчас доступ к так называемому Autodesk Vault офису. У вообще есть две лицензии. Autodesk Vault Professional это доступ к Vault через толстый клиент и есть Autodesk Vault офис. Пожалуйста, чтобы не было такого путаницы, Autodesk Vault офис это просто лицензия на веб-доступ. Autodesk Vault офис это отдельная лицензия на веб-доступ. Это не какое-то приложение, это просто лицензия на веб-доступ, причем на запись. О чем идет речь? Когда вы приобретаете платформу либо целое решение, которое называется DuckStream, вы получаете неограниченное количество веб-доступов на чтение. Представьте себе, что у вас стоит 10 клиентов профессионалов сетевых, а профессионал только сетевой есть, у вас стоят уже все настройки, наш пакет адаптации DuckStream и так далее, и у вас появилось необходимо, чтобы заказчик посмотрел какие-то документы, которые вы предоставили доступ. Это очень просто. Он просто заходит и смотрит их, той папки, к которой вы предоставили доступ. Это неограниченное количество. Когда мы заходим, набираем соответствующий адрес WebClient и получаем такое-то меню. Если у вас офиса не стоит, то тогда доступ только для чтения будет даже закомментирован, потому что у вас нет возможности даже подключиться на запись, потому что лицензии Autodesk Office их нет. Если они есть, то есть возможность подключиться либо для чтения, либо для записи. Если подключаетесь для записи, то есть снимаете эту галку, то лицензия тут же открепляется одна, именно Autodesk Vault Office лицензия. То есть набор лицензий естественно разный. Professional, например, 10 штук и, например, вы покупаете два офиса. Вам нужно, чтобы кто-то работал удаленно через Internet Explorer. Но, соответственно, для чтения у вас он по умолчанию уже есть. При входе в систему мы видим вот такой интерфейс. Можно переключаться через элементы и файлы. Вот у нас структура папок, собственно. Таким образом выглядит. Вот у меня как раз рабочие. Вот проект, который я только что создал. Вот у меня еще один проект. И вот тут лежат файлы. можно сейчас я верну, чтобы всем было видно. Можно брать вот здесь вот состояние есть, кто создавал, возвращено, когда. Открывать. Здесь есть уже непосредственно картинка, что там находится в этом файле. И стандартно открывать на просмотр вот таким образом. Он просто осуществляет загрузку файла к вам на локальную машину. И он попадает сюда. Вот он файлик открыт. Ну, соответственно, на запись появляются такие инструменты, как чекин-чек-аут. Я с утра тестировал, почему-то на запись он мне не хотел подключаться, не хотелось открепляться наша лицензия. Возможно, там период эксплуатации закончился триаловский фотосистема, пишет, не удалось получить лицензию. Но, как видно, когда мы пытаемся на запись подключиться, он именно хочет открепить конкретную лицензию. Либо она откреплена уже моими разработчиками, потому что, собственно, она у нас одна. И кто-то сейчас с ней работает. Но, когда мы подключаемся таким образом, мы подключаемся естественно напрямую к базе вольта. Вот в одной компании у нас как раз пока айтишники запретили доступ на запись подключения, потому что у них очень много согласований для того, чтобы это разрешить. Пока только на чтение разрешено. Где-то на пространстве интернета. Пока, Максим, по DuckStream вы не найдете никакой информации, потому что продукт официально еще не выпущен. у нас будет запланирована официальная презентация, формат презентации, кто ее будет делать, мы оповестим позже, но я думаю, что мы надеемся, что это будет около сентября месяца. До этого времени мы приобретем соответствующий опыт с нашими текущими двумя клиентами, которые сейчас у нас внедряют в TDSC-Volt и наше решение. мы это все обкатаем и уже будет готовый продукт. Да, я думаю, что к осени будет завершенное решение. Но будем стараться пораньше, но пока нет. Еще может быть вопросы? Официально цена вопроса следующая. Autodesk World Professional стоит 1412 евро на рабочее место, то есть платформа. Поэтому просто по прайсовой цене, если вы покупаете, вы получаете и DuckStream вместе с покупкой Autodesk World Professional. Рыночная цена просто Autodesk World она где-то 1100 евро, поэтому считайте, что получается где-то 300 евро отдельно в DuckStream. Но отдельно мы его сейчас не будем поставлять, скорее всего, если будем, то точно, конечно, не за 300 евро. То есть если компания купила у другого поставщика, предположим, в Autodesk World Professional, то сам DuckStream сверху он, наверное, будет все-таки подороже отдельно стоить. И будем поставлять, мы надеемся, ту работу, которую мы будем проводить не только мы и другие поставщики, поэтому здесь, естественно, будет соответственно, вы сможете приобрести не только у нас, но и у других интеграторов. регламенты, это, конечно, основополагающая вещь. без регламента все будут работать, в тянуть, как лебедь, рак и щука в разные стороны, и в итоге никуда они не пойдут и не поедут. Регламент, это, наверное, все, что необходимо для внедрения, прежде всего. на самом деле, если есть регламент, то можно даже и ручными какими-то, медленными папками даже вручную в принципе создавать. Конечно, надоедает очень быстро, да, и мы знаем, что это надоедает, и поэтому функционал задок стрима включили такую папку в создании ее. Но, собственно, регламент это одна из главных ценностей, которая у нас включена в пакет. Так, пожалуйста, еще вопросы. Так, ну вот, я как раз обещал, что начну отвечать на вопросы, которые у нас с предыдущего вебинара как раз был один из вопросов, почему демонстрация идет басотом, а не стандартом, например, веб-клиента. Но я постарался как раз на первый вопрос, на один из вопросов таких ответить. По всем остальным я помню их прекрасно, и по быстрым ссылкам Сивила был вопрос, и по выгрузке файлов, да, ну вот, например, по выгрузке файлов, что нам удалось, например, узнать, пока папки сами не выгружаются, выгружаются они просто на локальную машину, когда мы работаем с вольтом, да, то есть, когда мы работаем, открываем файлы на изменения, они к нам копируются по умолчанию, диск-д, вольт, рабочие, да, вот папочка создана, вот файлики, да, вместе вместе с баг-файлом, там, другими временными файлами, которые создаются, но сами файлы можно достаточно просто отправлять, например, вот таким образом мы выделяем файл, файл, отправить, либо ссылку на файл, либо сам файл, там есть ссылка на файл очень такая удобная вещь, то есть вы можете, вот она ссылочка, да, отправлять кому-нибудь к другому проектировщику, и он, нажимая просто на эту ссылку, единственное, что, когда мы нажимаем на ссылку, вольт запускает второй экземпляр приложения, так, а, либо, да, сейчас, по-моему, как раз не начинает загружать, так, ладно, почему-то из-за аутлук я никак не могу нажать, просто в браузер вставлю, так, либо с именем компьютера это связано, 10, 2, 0, а, ну, вот, да, мой пиадекс, вот он загружает, вот единственное, что он загружает, тоже со второй экземпляра вольта, то есть он даже открыт, и он должен сейчас указать конкретный файл, ссылку на который я отправил внутри, так, ну, вот видите, сразу в папочку и конкретный файл показывает, так, появились вопросы, дадите попробовать, так, сейчас, один момент, значит, самбольт 2013, дадите попробовать с вашим решением, думаю, что да, думаю, что да, у Автодеска можно запросить, во-первых, на платформу, запросить лицензию на 3 месяца, во всяком случае, они сейчас, на данный момент не отказывают, это первое, второе, поставить решение на определенный период времени, там, в течение, скажем, месяца, да, мы сможем, вот, сейчас наши разработчики как раз пишут функционал по, ну, по времени использования, чтобы было понятно, да, что его можно было использовать, времени, соответствующее сообщение вам вводил, пока мы еще его не доделали, поэтому не, не поставляем в виде trial версии, но, соответственно, как только это будет, я думаю, что мы сразу и предложим это сделать всем участникам вебинара и первой, и второй части. Сколько еще времени планируется заводить до продакшн? Ну, как я уже сказал, в сентябре, в сентябре ждите новостей уже по дате, да, официальной демонстрации, ну, соответственно, в сентябре и будем, скорее всего, делать. На вольт-стандарт DuckStream работать не будет. Этот функционал только для профессионала. Я сейчас объясню, почему, потому что, собственно, чем отличается Autodesk Vault платформа от Autodesk Vault professional. На самом деле, абсолютно ничем, кроме того, что к Autodesk Vault professional есть соответствующая API, да и, собственно, все. И чтобы и с этим API можно работать и создавать решение, чем мы воспользовались, и я очень надеюсь, что популярность оно приобретет, потому что, действительно, проблема существует. Проблема стандартов преднедрения, проблема поддержки. Это существует у всех абсолютно поставщиков программных продуктов для управления проектной документацией. И мы собираемся эту проблему решить, чтобы было единое приложение, чтобы можно было очень быстро поставлять и быстро внедрять. Сама по себе коллективная работа, внедрение этой коллективной работы сейчас затруднено, это намного сложнее, чем внедрить, не знаю, до того же Revit на 5 рабочих мест, например, или на 10 рабочих мест, даже на все предприятие. Просто сложнее получается. Сложнее из-за того, что нет единых регламентов и так далее. В принципе, и 3D-проектирование тоже испытывает те же самые проблемы. И компания PSS в части регламента решает эту задачу, в какой форме это все будет происходить, естественно, в форме единых стандартов, но под эгидой, под чьей эгидой это тоже будет нами оповещаться. Кстати говоря, 11 апреля у нас будет большой семинар, посвященный нашему профилю деятельности, внедрение BIM, и там будет присутствовать очень много экспертов и от нашей компании, которая внедряет BIM-технологию, и внешних наших подрядчиков, являющихся BIM-экспертами. Очень будет интересно, куда движется отрасль, что мы будем делать с едиными стандартами, все, все можно будет услышать там, пообщавшись. Поэтому, пожалуйста, приходите 11 апреля в рамках InterStroy Expo большой конференции будет и наш семинар однодневный. После семинара еще будут даже мастер-классы, и по-моему они будут либо в этот же день, либо даже на следующий день, но надо посмотреть в вебинаре, в смысле в программе, которая у нас на сайте. PSS, PDS, вольт скрещивать будете. Во-первых, очень хороший вопрос. Мы поставляем наше решение DuckStream вместе с пакетом ProS-PDES, и оно будет вместе с ним, поэтому недаром я упомянул то, что единый должен быть стандарт оформления PSD, и эта задача решается именно с помощью пакета ProS-PDES, который будет внутри. Что касается скрещивания, да, естественно, будем, и уже сделали этот функционал, то есть в чтении штампов основной надписи через свойства файла работает, и, естественно, будет включен. Пожалуйста, и еще вопросы, если есть. так, ну, если вопросов пока нет, еще раз упомяну, что те вопросы, которые были на прошлом семинаре, опять же, они не забыты, и мы по мере того, как изучаем платформу, внедряем ее, общаемся с заказчиком, мы постепенно будем отвечать на эти вопросы, обязательно, все они сохранены, вот у меня они даже в специальном вордусском файле видно, да, то, что все-все-все у нас есть, и мы будем, естественно, отвечать. Вот для меня очень интересные вопросы, которые задавались по настройке подшивок информальных комплектов PDF-документации, вот, соответственно, по вопросу был очень интересный по Цивилу, который мы слышали уже неоднократно, связки с SharePoint, естественно, тоже, и, соответственно, ну, про деньги как раз мы ответили на вопрос, выгрузка файловой системы, ну, я уже сказал, что удалось выяснить, что пока не выяснено, здесь мы потихоньку на все вопросы будем обязательно отвечать. Ну, если нет вопросов больше, то я благодарю всех за внимание, спасибо большое, что смогли присоединиться, очень приятно, ждите, пожалуйста, от нас новостей, сейчас уже, на самом деле, на данный момент такая есть новость, не знаю, закончилась сейчас еще акция или нет, по-моему, она до конца то ли месяц, может быть, еще неделю она длится, сейчас есть возможность приобрести Autodesk World Professional по цене Autodesk World Collaboration, вы знаете все, что в 2014 версии уже не будет коллаборейшена и воргруппа, да, нет, не будет таких понятий у Autodesk, есть только Autodesk Professional, Autodesk Standard, так вот, те, кто сейчас приобретет Autodesk Collaboration, то, ну, по прайсовой стоимости, естественно, мы поставим все, что сейчас готово под экстриму, да, в обязательном порядке, и в 14 вы получаете в 14 версии Professional, то есть, просто покупаете Collaboration, а поставляет вам Professional, но всю информацию можно узнать у нас в отделе продаж, да, они вас проконсультируют, длится сейчас это еще акция Autodesk или нет, то есть, это нужно выяснять в отделе продаж, пожалуйста, звоните, это вас обязательно ознакомят. Да, Докстрима пока не будет, потому что никаких соглашений еще не у нас нет с другими поставщиками по поставке нашего продукта, эту работу как раз мы вот планируем проводить сейчас. Вот, мы сейчас закончим, будем демонстрировать и будем связываться с другими поставщиками. Так, на вопрос Максима я ответил. Презентацию и информацию перешлите, пожалуйста, к Олегу Таверину. Олег Николаевич, мы перешлем презентацию, ну, на Ютубе, естественно, все участники семинара получат с Ютуба ссылку на презентацию. Все, спасибо, Максим, вам тоже. Еще раз всем спасибо, всем спасибо большое и удачного вам дня. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok и удачного аппетита. Продолжение следует...